На зданию нет некомбината, где мы там меры принимаем. В некомбинату мы говорили по локтам, они за локтами делали. Да, они пустые будут. Пусть заборы, перед забором они пустые. Поста подвезти, да? Скажите, пожалуйста, сколько времени ушло на ремонт первой половины? Два с половиной. Мы почти десять дней, даже больше, две недели потеряли. Игорь Ильич, вы слушаете. То есть потеряли две недели на асфальт, да? Ставку делали, да. Качественное тестовое. Положили. Но, я понял, но качество асфальта соответствует. Там же я понимаю, что... Выруб, выруб, взяли. Взяли, посмотрели, переговорили о качестве асфальта. Донамиту дали ко мне, но они даже проверили. Насколько я знаю, они принимали участие там. Да, да. И прямо на заводе все это дело. Гарантильный срок, сколько будет асфальта? По-моему, пять лет. Вот эти моменты включения. Хорошо, сколько швов всего сделано с той стороны? Шесть. Шесть или семь? Шесть. Ну, один двойной посередине. Один двойной, да? Да. Ну, то есть они тоже надежные, да? Ну, они имеют паспорт качества. Работа изготовительности. Работа изготовительности. Несет гарантия. Хорошо. Поменен бордюрный камень, вижу, да? И также дорожка заасфальтирована, так? Да, асфальт на тротуаре положено. И все. Полность ждет ремонтируемых коля по двойке барьерного ограждения. Вот, у нас там вот это 18, соответственно. А второй половине тоже, сколько? А, по второму, нет. Сейчас, сейчас, привет. Я ставил задачу, наверное, да? Вот нужно в течение, по крайней мере, десяти дней, вот эти опоры привести в порядок. Вот эти кабельные линии, чтобы подтянуть, покрасить опоры. Значит, отбойники отмыть, покрасить, да? И перила, то же самое. Это у вас нету проектов, правильно? Ямах, я так понимаю, освещение. Отбойники, отбойники, покрасить, да? Давай, разберись. Как, значит, проблема получается в асфальте, да? У меня задержка была, подвёл подачу? Да, да, да. Хорошо. Как обычно, первая половина всегда идёт. Хорошо. Я вас прошу, что, значит, как всё-таки можно сделать, чтобы там 1 октября открыть эту часть? Будем стараться. Ну, реально, реально. Ну, завтра две недели будет, дождь идти. Вот и вся реальность пропала. Вот сейчас, пока погода стоит. Сейчас погода работает до 23 муров. Правильно? Ну, до 23 муров по технике безопасности. Почему? Что, по ночам нужно работать? Ну, вы имеете в виду? Нет, ну, чтоб знали, когда говорите, категорично... Некоторые работы мы даже в ночь выполняли. Вот, видите, дорога идёт, и только ночное время... Нет, когда, когда люди начинают говорить, категорично там, что по ночам, по ночам тоже работают. Коммунальный мост делали, по ночам прожектора идти, это всё можно. Но... По ночам работать, стоимость этого публиковода не позволяет это делать. Так что, вы не работаете? Давайте сейчас скинем дом, да, потому что и у вас опыт работы есть, и у меня есть опыт работы. Понятно. Поэтому, вы заявили сюда и делаете работу. Поэтому, давайте, просьба ещё раз. Мы говорим, люди сегодня, да, страдают от этого моста. Нам его надо по возложке быстрее сделать. Что? Погода – это небесная, как говорится. Значит, дело тут от нас не зависит. Вот. Но я хочу сказать, что, допустим... Да, допустим, здесь можно быстрее сейчас демонтаж проводить. Людей побольше, чтобы было. Да, тут надо людей побольше. Ну, хорошо, Тир. Думаете, мы занимаемся? Добро, когда думаете демонтировать? Демонтаж провести? В течение какого времени? Я думаю, ну, нормально. Мы должны закончить демонтаж. Демонтаж неделю. Вот так планируем. Ну, тогда... Хорошо. Тогда у меня просьба. С учётом 1-го октября ввода, да, сделайте такой график. Если, как говорится... Да, я не знаю, что штаб, правда, сделано. 15-е октября, благодаря... Первый день пожилого... Вы какой-то это? Первый день пожилого человека... Первый день пожилого человека... Игорь Петрович... Да. Я в Кемерово делаю, они тоже мне. У нас нет жахтёров. Хер какие-то есть эти праздники. А у нас их нет. У нас такая участь, мы работаем... У нас здесь работа. Да, работаем, поэтому... То есть мы можем до 1-го октября... Будем стараться? Всё.